Добро пожаловать вновь на серию из цикла передач «История о пророках». Напоминаем, что в прошлый раз мы говорили о пророке Аллаха Люте А.С. и двух его дочерях, которых Аллах спас с селения, которые совершало мерзости. Спас от скверного народа, мужчины которого совокупляли с мужчинами. Аллах спас Люта и двух его дочерей и уничтожил селение всех, кто оставался в нем. Недалеко от Содома, где жил народ Люта, находилось селение, которое называлось Маден. Это селение было известно своей торговлей, но оно занималось этой торговлей обманным образом. Их базары были полностью полны обманом, ложью, надувательством. Более того, если кто-нибудь приходил к ним в Мадьян, они брали с него налоги и грабили его. Аллах послал к ним пророка Шуаиба А.С. Шуаиб был арабским пророком. Арабские пророки Худа А.С., Салих А.С., Шуаиб А.С. И наш пророк Мухаммад А.С. Все эти четыре пророка были арабами. Аллах послал пророка Шуаиба к народу Мадьяна. Этот народ поклонялся деревьям, которые назывались Аль-Эйка. Они обманывали на своих базарах, неправильно отвешивали, обвешивали покупателей. Они забирали у людей имущество без права на это. Они также занимались расставщичеством. Затем, после тавхида Аллаха, он начал учить их, что это торговля, обвешивание на весах в харам, которым недоволен Аллах. Той милости, которая есть у вас, Аль-Хамдул-Лля, хватает. Так не обманывайте людей при купле и продаже. Одним из обычаев Мадьяна было то, что они выходили за пределы селения, когда видели проходящий мимо караван и преграждали ему дорогу. Они занимались разбоем и грабежом. Мимо них не прошел караван, который бы не отдал часть имущества Мадьянитам. Они собирали налоги с них без всякого на то права. Аллах проклял таких людей. Безо всякого права они грабили караваны. Изначально их было мало, и они были слабы. Затем Аллах сделал их многочисленными. Но несмотря на это, они не ценили милость Аллаха по отношению к ним. Шуаиб напомнил им об этом и сказал. То есть вы останавливаете людей на дорогах, грабите их, забираете их имущество. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok После того, как Шуаиб призвал свой народ к поклонению одному Аллаху и оставлению харама, харамной торговли, обмана людей и мошенничества, запретных продаж, разбоя, изъятия налогов от людей, народ ответил ему с издевкой. Они сказали пророку Аллаха, Шуаибу, человеку, которого Аллах послал к ним, и он был очень красноречив, но слаб телом. Народ стал говорить гадости на этого арабского пророка. Они говорили, твоя религия, Шуаиб, твой Ибадат, Шуаиб, твой намаз, Шуаиб, вмешивается даже в нашу торговлю, в наши базары, в наши сделки. Что это за религия, которая вмешивается в торговлю, куплю и продажу? В смысле, твоя религия? Что это за религия, которая вмешивается в наши дела, в торговлю, в экономику, в куплю и продажу? Эти слова, которые сказал народ Шуаиба своему пророку, продолжают повторяться снова, и снова в разные времена и в разных местах. Продолжают появляться народы, считающие, что религия не имеет никакого отношения к повседневной жизни, что религия Аллаха не имеет отношения к купле и продаже, что у нее нет связи с экономикой и торговлей. Это то, что народ Шуаиба сказал Шуаибу. Потом они начали насмехаться над Шуаибом, алейхиссалям, несмотря на то, что он был самым понимающим и разумным среди них, самым красноречивым. Они сказали, ты такой умный, такой благоразумный, когда призываешь нас к этому. Они сказали это в качестве издевательства. Они не имели в виду, что он вправду выдержанный и благоразумный. Нет. Они так насмехались над ним. Ты выдержанный и благоразумный. Когда вмешиваясь в наши торговые дела, Шуаиб, алейхиссалям, ответил им. Он сказал, народ, а что если моя религия истина, если то, что я вам говорю, истина, если я приду к вам с явными доказательствами, что вы сделаете? Может быть, я буду иметь меньше, чем вы. Вы можете иметь богатство и имущество, и вы уже украли имущество других людей, забрали деньги у бедных, награбили на дорогах, взяли налоги. Что касается меня, то у меня маленькая доля, но она прекрасна. И вместе с этим, когда я предостерегаю вас от харама, от воровства, от обмана, от мошенничества, я, и Аллах свидетельствует об этом, не делаю то, что запрещаю делать вам, не приказываю вам что-то, что не делаю сам, не запрещаю вам то, что сам беру. Я еще до вас буду соблюдать все, что говорю. Так им ответил Шуайб, сказав, «Тогда что ты хочешь, о Шуайб?» Я хочу лишь исправить. То есть я хочу только исправить, и тот успех и помощь, которая у меня будет, только от Аллаха. Он не перевел все на свою ловкость, силу, понимание, ум. Он связал все с Аллахом. Вот так пророки все возвращают к Аллаху. Так делали пророки, уповали на своего Господа. То есть то, чего я вам приказываю, того и я буду придерживаться. Моя цель на земле — исправление, а не так, как вы говорите, что я вам запрещаю что-то, а сам это делаю. Нет, клянусь Аллахом. Я буду сам всего этого придерживаться еще до вас. Я буду всего придерживаться в моей торговле. Я хочу исправления на земле. Я хочу, чтобы людские имущества не забирали, несправедливо, а наоборот, чтобы каждый, кто имеет право, получил бы свое право. Шуаев, алейхиссалям, продолжал призывать свой народ к поклонению одному Аллаху, к оставлению запретной торговли, а его народ противостоял ему и настаивал на своем. Шуаев, алейхиссалям, хотел предупредить свой народ. Он сказал, «О мой народ, то, что вы противодействуете мне, приведет к тому, что Аллах не спошлет на вас наказание». Разве вы не помните народ «Нуха» и «Наводнение». Неужели вы не слышали о том, что Аллах сделал с народом Гуда или народом Салиха? Селение Люта тоже недалеко от вас по времени и по месту. ЗамезE старше от總олен ось, Б Christоп 그럼ное, у constructив下 tuition. chanting «Нуха» и ненуskуни. रе я на немец Люта или القива на Салих, пора длитя 7 комreichen Шуниии прийдат, ось, грехи! Посмотрите, как он боялся за свой народ. Он говорил им, о мой народ. Вспомните народ Нуха, как их уничтожило наводнение. Вспомните народ Гуда, как их умертвил ветер. Вспомните народ Салиха, как их постиг вопль. Народ Люда, который потопил Аллах и перевернул селение вверх дном. Они недалеко от вас. Остерегайтесь, чтобы вас не постигло то же, что постигло их. Они ответили Шуаибу, этому выдающемуся оратору, говорящему ясным языком. Посмотрите, что они сказали ему, издеваясь. Мы не понимаем твоей речи. Это было издевательство с их стороны, упрямство и высокомерие. Кто не мог понять этого красноречивого человека, Шуаибу, кроме как упрямый и высокомерный народ? Они поняли его, но противостояли ему. Затем они сказали, о Шуаиб, мы считаем тебя слабым среди нас. Ты слабый человек. И Шуаиб, алейхиссалям, был человеком слабого телосложения, со слабым телом и зрением. Он не был из сильных людей, обладающих большой силой. Поэтому они сказали ему, Если бы не твой род, который мы уважаем, мы бы побили тебя камнями. У него не было силы, но слава его рода заставила людей отказаться от истязаний Шуаиба. Если бы не твой род, о Шуаиб, мы бы вырыли яму, поставили тебя в нее и забили камнями. Ты нам абсолютно недорог, и ты не сильный, а слабый человек. Но все дело в твоем роде и племени. И так было всегда после люта, алейхиссалям. Аллах не посылал пророков народу, кроме как у них была защита, исходящая от их рода и племени, как это было с Шуаибом, алейхиссалям. Они сказали, Шуаиб, алейхиссалям, ответил им, Мой род, мое племя, моя семья дороже для вас, чем Господь миров. Он ответил им с величием и уверенностью. Он сказал, О народ, я вам говорю про Господа миров, а вы мне про мой род, я вам говорю про Аллаха, а вы про мое племя. Это было упрямство и высокомерие, которые ослепило народ Шуаиба, и они не смогли увидеть истину. Субтитры создавал DimaTorzok Испытания пророка Аллаха Шуаиба, алейхиссалям, усилились. Народ возгордился и захотел изгнать его и верующих людей из их селения, либо сделать так, чтобы они вернули своих бывшую религию. Шуаиб сказал им, Даже если это ненавистно нам. Когда положение совсем ухудшилось, Шуаиб, алейхиссалям, поднял свои руки к небу и сказал, «Мы уповаем на Аллаха». Затем он сделал дуа Аллаху и сказал, Наступил день, в который Аллах должен был неспослать наказание на народ Шуаиба, алейхиссалям. Они возгорделись и проявили высокомерие, упрямство, отрицали приказ Аллаха, сочли лжецом своего пророка, и вот настал их день. Прежде всего Аллах спас Шуаиба и верующих. Он вывел их из того селения. Селение же поразило сильнейшая жара. Никто из них не мог терпеть эту жару. И они обнаружили тень, которая исходила от тучи, оттеняющей одно место за чертой города. И люди селения, мужчины, женщины, дети, старики, вышли из селения, чтобы защититься от солнца в этой тени. Они остановились под тем облаком, и внезапно облако выпустило искры, которые сожгли людей. Таково воздаяние неверия в пророков. Если бы вы представили, как не спускается огонь, как молнии бьют их и жгут, и вот они побежали к себе домой, а земля внезапно задрожала под их ногами. Как ужасно наказание Аллаха, когда оно не спосылается, какие здания остались, какие строения устояли. Земля трясется, дома рушатся на головы их хозяев. Затем их поразил вопль. Вопль, который разбил все их сердца, и среди них не осталось ни одного живого. Вопль поразил всех, кто спрятался в своих домах. Тех, кто убежал от землетрясения и от молнии и искр в тени, добил вопль. Тогда в этом селении Мадьян нельзя было увидеть ничего, кроме трупов. Не было ни звука, ни движения. Где их базары? Где их движения? Где их голоса? Где люди? Куда они ушли? Что случилось с ними? Так же, как Аллах поступил с народом в Самуд, Он сделал и с народом Мадьяна. Он не оставил среди них никого. После того, как Он всех умертвил, земля со всеми, кто был на ней, была уничтожена. Где рынки, дома, люди? Где играющие дети? Где это селение с его высокомерием? После того, как земля была уничтожена, пророк Аллаха Шуаиб, вернулся к своему народу, чтобы увидеть одни трупы, чтобы увидеть, как уничтожена земля, увидеть трупы, лежащие на земле справа и слева. И вот Шуаиб проходил мимо людей и домов и обращался к мертвецам. Он обратился к мертвецам, но Аллах сделал так, что они услышали слова своего пророка, который обратился к ним. Он сказал им, «Как мне печалиться о народе, до которого я донес послание, выполнил свой аманат, в течение долгих лет увещевал их, а они в ответ издевались, угрожали и проявляли высокомерие. Они решили, что их имущество спасет их, что их сила защитит их от наказания Аллаха. Я не печалюсь о вас». Народ Мадьян был уничтожен в качестве возмездия за их куфр, их пророка. И Аллах спас шуиба и верующих. И так завершилась история этого пророка. В следующей серии «Соизволение Аллаха» мы будем говорить об одной из лучших историй. Аллах назвал ее в Коране самой лучшей историей. Это история благородного, сына благородного, внука благородного и правнука благородного человека. Это история Юсуфа. Как же прекрасна история Юсуфа, сына Якуба, сына Исхака, сына Ибрахима. Алейхимус саляту вассалям. До встречи в следующей серии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова